всем привет меня зовут диана и тема этого видео не такая уж и сложная однако вот процесс для меня конечно дался очень так пряжно немножко наверное в этом видео в общем я буду рисовать персонажей с геншина на холсте размером 30 на 40 и начну наверное с самого начала как вообще почему шаньхэ и откуда куда почему куда зачем в общем-то шаньхэ это рисовалось для подарка для стримера который резко неожиданно решил вкатиться в игру ради шаньхэ и вот в начале февраля по-моему я такая давай я тебе нарисую ее на холсте с ее прекрасной жопой на докладе давай и так и получилось что я заказала в тот же день холст и заказала я холст не прочитав отзывы к сожалению я прочитала буквально первые отзывы которые были там и думаю но нормально наверно нормальный холст заказываю беру потому что он и по цене вроде устроил и по размеру как раз то что мне нужно было обычно я заказываю холсты у малевича у них такого размера тогда не было в заводе я думаю ну не буду ждать мне же нужно сейчас и в общем лучше бы я подождала пару дней потому что через пару дней этот холст появился по тоже малевича охот который мне пришел меня не устроил вообще все сначала вроде было неплохо я начала намечать свой эскиз карандашом эскиз кстати я заранее нарисовала саму позу как она должна выглядеть в скетчбуке прорисовала также некоторые моменты более подробно скетчбуке нашла очень много референсов у меня наверное штук 15 референсов сразу с разных точек на эту шаньхэ потому что во первых поза такой позы нету у шаньхэ так скажем в игре нет она есть наверное и очень сложно сделать как мне кажется во вторых это бижутерия аксессуары всякие ее копье также вот эти вот карты летающие вокруг нее волосы там всякое такое вот вплоть до мелочи у меня все есть я мне кажется и закрытыми глазами смогу нарисовать костюм шаньхэ сзади только сзади спереди не смогу и вот в общем я нарисовала карандашом наметила основные линии на этом холсте и через пару дней я подхожу к этому холсту и он очень сильно обвис я не знаю по какой причине то ли из-за меня может я как-то надавила сильно на него но он в общем так сильно обвис что я испугалась и подумала что наверное не стоит на нем тогда рисовать я подумал но я продолжила рисовать но однако же я остановилась на том моменте когда я просто залила фон я подумала залью фон если холст обратно стянется то все нормально пришли рисуем дальше значит но он не стянулся и я смотрел смотрел на этот холст пошла гуглить как же можно его обратно стянуть прежнее состояние а кстати хочу сказать пазов в которые втыкают возможно увидели такие холсты ну во многих холстах эти пазы есть они сзади вырезаются специально на деревяшки самой на раме такие пазы которые можно ставить специальные такие уголки или как это назвать я не знаю такие деревяшки небольшие и у тебя холст стягивается понемножку вот у этой фирмы нету таких пазов у малевича есть но я думаю все по ходу ходу и все ничего с этим по ходу не сделаешь но я пошла гуглить как же можно исправить не имея этих пазов как можно исправить саму ситуацию низкий способ который я нашла это было способ когда ты сзади мокрой тряпкой промакиваешь сам пост и потом сушишь его феном ну горячим воздухом и многие блогеры снимали то так такой способ и много статей я тоже увидела именно с таким способом самым действенным но что-то все равно пошло не так возможно холст и не то что он не натуральный он так делать я не знаю насколько натуральный этот холст я их не различаю потому что на холстах я начала рисовать буквально недавно кстати о холстах холсты мне очень понравились они понравились мне больше чем рисование на двп но на холстах я буду рисовать только наверное под заказ или что-то такое или в подарок потому что рисовать какие-то свои обычные картинки на них как-то ну дорого выйдет так возвращаемся же к истории с холстом который обвис я сделаю все так как сказано видео я сделал так несколько раз я промакивала водой сзади и просушивала единственное что я просушила не феном а обогревателем таким ну которые как фен или вентилятор короче в какой-то вентиляторный обогреватель я не знаю как это называется вот у него тоже как бы достаточно горячий воздух оттуда выходит и он дует да он чуть-чуть стянулся но не настолько сильно насколько он должен был стянуть насколько я ожидала провисание все еще было и провисание не очень хорошо для холста потому что потом картина может просто поехать потрескаться и и все рано или поздно это конечно случится но случится это через десятки сотни возможно лет на нормальном холсте а на таком провисшем холсте это все она может брать потрескаться уже через день просто вся твоя работа вся твоя картина и все уйдет в тартарары ну и единственный способ вернуть этот именно этот холст к жизни будет перри натянуть его но дом у меня нету степлера который для для мебели не вообще степлера нету начнем с этого наверное ну естественно дома его никак перетянуть не могу возможно нужно искать у кого он есть или покупать для таких случаев может быть поэтому мной были было решено пойти снова смотреть если какой-нибудь холст от малевича уже примерно таких таких же размеров мне уже неважно было будет ли там размер чуть поменьше или побольше но главный другой холст и главный чтобы он был от малевича потому что только у них более-менее подходящий по ценам мне холсты и по качеству очень хорошие ну вот пошла я смотреть одного холста такого не было в продаже уже тогда уже видимо либо раскупили либо что я не знаю но я нашла набор из трех холстов которые стоил там по моему 800 рублей один был размером 40 на 50 средний был как раз и размер который мне нужен 30 на 40 и самый маленький 20 на 30 кстати вот на холсте которые 20 на 30 вы тоже увидите картину скором времени и там тоже будет потому что эта картина тоже также идет в подарок человеку этому же и вот заказала я и пришла радостная домой этими холстами и думаю но все а пора переносить эту нашу шанихай обратно на другой холст я думаю блин опять все эти элементы прорисовывать опять все эти вот ее колечки всякие я не знаю нет колечков у нее нету всякие сережки висюльки это все прорисовывать опять думаю господи хорошо я такая думаю я же могу считерить в принципе я же знаю как считерить и в общем как я считерила я просто взяла сфоткала уже ту готовую картину не готовую а которого я рисовал до этого на провисшем холсте я ее просто сфоткал обработал фотошопе чтобы линии были более видны хорошо насколько это возможно вообще и короче вывела на принтере изображение потом я просто на бумаге сзади на бумаге на той которой я распечатала эту картину сзади я просто карандашом прокрасила заштриховала вот короче ну просто прокрасила создавая имитацию копирки ну и потом я просто приложила лист плотно к холсту новому нашему и обвела сверху просто ручкой которая не пишет можно и который пишет тоже отвести потом такой лайфхак как перенести изображение на холст если вы не хотите рисовать сами на нем можете просто использовать метод такой копирки ну и тут я приступила уже к работе работа у меня длилась очень долго почти два месяца как вы помните начало февраля и посмотрите на число которое сегодня видео кстати выходит намного позднее чем картина готова картина готова уже примерно неделю назад было но все равно это очень долго почему очень долго опять таки из-за того что очень много элементов то есть я сначала как вы видите просто прокрасил основные элементы одежду кожу однотонно все прокрасила там серым цветом пометила где ее волосы и там черно-серым каким-то пометила одежду кожу спину лицом вот я ждала пока все это просохнет также я еще до этого ждала пока просохнет фон потому что его закрасила темным поверх потом поверх светлого синего фона вот и пока все это ждешь пока все это высохнет конечно очень много времени проходит ну еще плюс то что я работаю параллельно еще и стримлю из-за этого как бы то же время и остается а еще параллельно как бы я рисовала ту картину которая вот маленькая которую вы видите тоже скоро. Потому что они же должны отправляться вместе в подарок. Поэтому я думаю, надо как-то их параллельно рисовать, чтобы они как-то параллельно сохли. Из-за этого я с одной картиной на вторую бегала. Пока это высыхать я рисовала ту, пока вторая высыхать я рисовала первую. Ну а еще, конечно, у меня проблемы с фотоаппаратом. То, что у меня фотоаппарат заканчивается быстро зарядка. Потому что у меня фотоаппарат не предназначен для съемок. Он только для фотографирования. Поэтому зарядка на нем садится буквально через 2-2,5 часа полностью. Из-за этого как бы прерываться приходилось. То есть я могу беспрерывно в принципе рисовать. Как бы мне не трудно там 3-4 часа делать перерыв на еду и рисовать дальше. Но из-за фотоаппарата у меня вот такие постоянные перерывы через 2-2,5 часа были. Из-за этого как бы тоже сбивалась как-то ритм мой. И мне уже потом я не уставала, пока фотоаппарат зарядится. Там он заряжается час-полтора. Пока он зарядится, я уже все. Я уже не хочу ничего рисовать. Я уже просто спать хочу. Поэтому как-то из-за этого тоже было очень долго. Кстати, видео у меня вышло очень много. У меня папка почти на 200 гигабайт. Просто с видео. Просто с видео отрезками, как вот я рисую. Вот. Так что очень объемное видео, конечно, у меня вышло. У меня впервые такое то, что я рисую на холсте. Так этот объемно все это рисую. Ну в плане то, что очень объемный материал получается для видео. Вот. В общем-то, основная проблема у меня с этой картиной была то, что как раз-таки мне приехал неудачный холст. Я уже тогда как-то, ну так, немножко подрастроилась, конечно. То, что я же на этот холст потратила деньги все-таки. Он там хоть сколько? Тысяча щен-то он стоил. Но это все равно деньги. В любом случае жалко. Но я надеюсь, что я найду способ, как его перебить. Найду степлер для мебели и нормально его натяну. Также у меня вот проблемы возникли просто с самой картины. В плане то, что я не знала, что же сделать с фоном. Изначально у меня в голове был один вариант. Но уже рисуя на холсте, я поняла, что этот вариант не подходит. Потому что сама Шань Хэ как-то не очень выделяется. Она как-то сливается с фоном. И я подумала, что нужно что-то другое придумать. Я переделывала, по-моему, раза 4 или 5 фон. Я даже не снимала, как я переделываю фон. Потому что я подумала, что это как-то, ну, неинтересно, наверное. Ну, я еще делала фон, когда у меня заряжался фотоаппарат. Поэтому я вот в один день... Я сначала нарисовала один фон, потом он мне не понравился. На следующий день я переделывала его 4 раза как раз таки. И вот я пришла к такому фону по итогу. Я надеюсь, что из этого фона Шань Хэ выделяется. Я надеюсь, что картина не перегружена. Так же вот мне и нравилось то, что картина какая-то перегруженная получается. Вот этими вот элементами всякими. Я решила, что нужно как-то это фон более потише сделать, чтобы он не перебивал Шань Хэ. Потому что она же все-таки главная тут у нас. Холст, кстати, хочу сказать, также немножко, конечно, провис. В плане то, что я, наверное, использовала очень большие, как бы, слои краски. Потому что, например, тот же фон, я его перекрашивала-то вот 5 раз. Поэтому он немножко провис. Но, слава богу, я заказала уже у Малевича свои холсты. Поэтому они все с пазами и с деревяшками. Поэтому я просто ставила деревяшки в пазы, забила чуть-чуть их там. И холст обратно вернулся и натянулся, как мне нужно. Я надеюсь, что получателю, конечно, понравится. Потому что попотел от этой картины, конечно, знатно. Я еще, наверное, никогда так не трудилась над работой какой-то. Даже в колледже мне было не так трудно рисовать. Там портреты бабулек или просто натюрморты какие-то. А тут мне прям хотела постараться, чтобы человеку прям понравилось. При том, что, ну, это не совсем, как сказать, мой стиль работы. Потому что я не часто рисую людей в таких позах на холсте. Нет, на диджитале, конечно, у меня были такие работы. То есть я также рисовала, например, Сен Лин. Также там в полный рост она была на холсте. Это такая у меня впервые работа. Но, конечно, было интересно. Интересный опыт. Я, как бы, так сказать, подучила немножко анатомию. Зато анатомию спины. Потому что вот анатомия спины я вообще, ну, я представляла, что это такое. Но я, как бы, не вдавалась подробности. А тут у меня был в один момент, что я не могла нарисовать никак лопатки. Они получались какими-то, ну, не такими, какими должны быть. Они получались суперсимметричными. Даже тень от них была суперсимметричная. Я думаю, что-то не то. Но я вот переделывала, переделывала эти лопатки. Вот. И по итогу получилось, вроде бы, конечно, неплохо. Я надеюсь, что хорошо даже. Ну, я надеюсь, что, главное, получателю понравится эта картина. Потому что она все-таки для него была сделана, а не для меня. Ну, и для вас, чтобы вы посмотрели просто процесс работы. Как он у меня длился. С какими проблемами я столкнулась во время работы. Ну, и, возможно, что-то почерпнете для себя. Я не знаю. Я надеюсь. Возможно, конечно, она как-то по поясе получилась какая-то деревянненькая. Я не знаю. Потому что, опять-таки же, хочу себя оправдать. Я рисую такое впервые на холсте. Я до этого не рисовала фигуры именно маслом на холсте. У нас была, по-моему, одна работа в колледже, когда мы рисовали фигуру на холсте. Но это была одна работа. Одна работа и плюс еще домашка по ней. Как бы, ну, этого мало, чтобы понять, как рисовать фигуру на холсте. Чтобы все нормально было. Да еще и такую фигуру рисовать. Вот. У меня вообще с Анатомией, ну, так, такое, конечно. Мы с Анатомией на вы, наверное, немножечко. Мне и Анатомию надо подучить, это точно. Но я стараюсь как-то делать, конечно, когда у меня есть свободное время всякие зарисовки анатомичные. Но они настолько быстрые, что даже я не уверена, что они дают мне какую-то пользу. Поэтому, да, стоит немножко углубиться в эту тему. Все-таки мне бы хотелось. В общем-то, спасибо вам, что были со мной. Все это видео. Просмотрели всю мою боль. От начала до конца с этой работой. Но итог все-таки меня устраивает. Я говорю, главное, чтобы понравился заказчику. Понравилась заказчику эта картина. И все, чтобы было хорошо. И чтобы она висела у него дома. И он смотрел на эту жопку. И радовался. И говорил, ох, Шаньхай моя Шаньхай. В общем, спасибо вам за просмотр. Эту работу я также выложу в Инстаграм. Можете зайти и полайкать. Там вот это вот что, да. Хорошего вам вечера, ночи, дня. Удачи. Всем пока. Удачи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok